МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире наши новости. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Итак, пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – отчет главы Барнаула Сергея Дугина о проделанной за 2018 год работе. Он назвал его не самым простым. Между тем было озвучено и много положительных моментов, но доклад понравился не всем присутствующим. Что не устроило депутатов, расскажет Анастасия Дороган. Свой отчет Сергей Дуги начал с положительных моментов в промышленности. В 2018 году в Барнауле запустили пару новых цехов, расширился миланшевый комбинат. Бюджет Барнаула в плюсе на 39 миллионов. Зарплаты бюджетников выросли значительно. Средний рост заработных плат работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году составил 122%. Педагогов дошкольного образования 116%, а учителей школ более 115%. Конечно, имеется в виду 22, 16 и 15%. Соответственно, Сергей Иванович, видимо, переволновался. Прошедший год для мэра был непростым. Инженерная сеть, основная масса которых была проложена 50-50 лет назад, имеет, конечно, высокую степень износа, хотя они и находятся в работоспособном состоянии, но требуют значительных финансовых уважений. Авария водовода на Малахово попала аж в новостные ленты федеральных СМИ. Из-за аварии перекопали 11 вновь отремонтированных по проекту дорог. Было введено в эксплуатацию более 520 тысяч квадратных метров. В расчете на тысячу жителей это 746 квадратных метров нового жилья. Жильцы многих новостроек станут обладателями крошечных дворов. Их соседи иногда приобретают и трещины в стенах своих домов. Регламент мероприятия, к сожалению, не позволяет подчеркнуть те позитивные изменения в жизни города, которые, безусловно, тоже присутствуют. Как и остановиться на большом блоке градостроительных проблем. Тот же микрорайон Затон, по которым сегодня есть ощущение, что его просто нет. Те же проблемы с самовольными постройками, парками. Оппозиция заявила, что отчет Дугина не принимает. Единоросовец свою оценку не озвучил, но напомнил о туристических успехах города и предложил создать рабочую группу для снижения аварийности в сфере ЖКХ. Зал, очевидно, поддержит начинание и городские проблемы, вероятно, разрешатся. Хотя, по словам депутата КЗС Александра Лазарева, годы без проблем на его веку не было. И вообще Барнаул чистый, красивый и с фонтанами. Депутат Госдумы Иван Лор подчеркнул, что отчет мэра оценивает работу не только самого мэра, но и всех нас. Критиковать, наверное, легче. Но я скажу так, вот мы говорим про пивоварку, очистить. Ну, мы можем сколько угодно денег вкладывать. Но если жители, которые там живут, будут в качестве мусорной свалки носить туда в русло этой речки мусор из дома, мы так порядок никогда не наведем. Результат голосования 6 против, 30 за. Депутат отчет приняли. К сожалению, неизвестно, приняли ли бы его барнаульцы. Анастасия Драган, Николай Шелко. Наши новости. А накануне о проделанной работе отчитывался мэр Бийска Александр Студенекин. Депутаты доклад приняли. Между тем, в Наукограде не все так гладко. К примеру, в этот же день на линию не вышел один из популярных автобусных маршрутов, 55-й. Его обслуживает компания Автор-Эм. Наши коллеги из Наукограда пытались связаться с предпринимателем, чтобы узнать причину. Но пока подробности выяснить не удается. Известно, что этот пассажироперевозчик работает и на других маршрутах, но с линии убрал только 55-й. Бийчане думают, что Автор-Эм снял автобусы с рейса из-за ужасного состояния улицы Шадрина, по которой проходит маршрут. В администрации Бийска пока тоже не дают конкретной информации, но пообещали разобраться с перевозчиком. Мы же продолжаем выпуск. Количество больных раком в Алтайском крае растет, при этом процент смертности удается сдерживать на уровне прошлых лет. Сегодня в Барнауле ведущие специалисты края подвели итоги 2018 года, а также обсудили реализацию новой программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. У Ольги онкология. Заболевание у нее обнаружили уже на четвертой, прогрессирующей стадии. Но она, как и соседки по палате, не теряет надежду. Вы говорите про позитив, а что все-таки помогает? Жить хочется. Хочется жить на самом деле. Я молодая, я хочу еще жить. У меня только жизнь началась. Мне всего лишь 44 года. Какой? Нет. Тут бабушки лежат, которым по 75, они хотят жить, а я тем более хочу жить. Время. Главное для больных раком. То есть, чем раньше начали проводить необходимые процедуры, тем больше шансов. Об этом говорили и участники конференции онкологов. Сократить дни от подозрения на опухоль до начала терапии – это одна из главных задач, которую ставят перед собой врачи. Количество первичных пациентов увеличивается. И, конечно же, для этой категории пациентов необходима вот та зеленая улица, по которой бы пациенты максимально в кратчайшие сроки пришли, прошли до обследования и получили специализированную помощь. Под зеленым коридором имеют в виду новые правила маршрутизации онкобольных, которые вступают в силу в начале февраля. По словам главного внештатного онколога региона, если раньше пациент должен был пройти более 20 обследований, прежде чем попасть в онкологический диспансер, то теперь эта процедура станет проще. Также на конференции отметили, что в крае планируют открыть еще 4 центра амбулаторной помощи. Они будут вводиться в строй поэтапно. Первый камня на обих уже в 2019 году, далее 20-й году Славгород, Заринск, Олейск. Какие функции они будут выполнять? Это диагностические функции, определение, соответственно, потоку и диспансеризация больных. Это лекарственная терапия в плане химиотерапии. Врачи говорят, процент онкобольных в крае увеличивается, но при этом процент смертности удается сдержать на уровне прошлых лет. И помогают в этом не только лекарства и современные приборы, а желание жить любой ценой, как и у нашей героини Ольги. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. Наши новости. Желание жить и помощь врачей помогло жителю камня на обе вдохнуть полной грудью. У парня врожденный дефект грудной клетки. Алтайский край – единственный регион, в котором операцию по выпрямлению грудина делают совершенно бесплатно. Например, в Москве она стоит примерно полмиллиона рублей. Как чувствует себя пациент после сложнейшей процедуры? Почему в листе ожидания парень из камня на обе находился целый год? Знает Валентина Аскерова. Он говорит, что если бы мне операцию никто бы не делал. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Настроение? Нормально. Боевое, да? Да. Дышит полной грудью и уже готов гонять мяч на футбольном поле. Поэтому 14-летнему парню не скажет, что всего неделю назад он пережил сложнейшую операцию. У Сергея врожденная деформация грудной клетки в виде воронки, которая с возрастом начала увеличиваться. В груди появилась яма размером с ладонь. Мальчику было тяжело дышать и мучила сильная дышка. Сергея прооперировали, сделали два прокола, вставили специальную пластину и выправили грудину. Когда сделали операцию, были адские боли, жгло все. С каждым днем все лучше и лучше. Но боли есть. Резкие движения, больно тоже. Теперь у мальчика долгий путь реабилитации и много ограничений. Не лежать на боку и не поднимать больше пяти килограммов. Но это мелочи. Главное, что сын идет на поправку, говорит мама Сергея. Морально очень было тяжело. С реанимации спустили, конечно, был бледненький. Вставать уже разрешили, уже более-менее. Уже румянец появляется? Румянец, да. Исправляет грудную клетку в Алтайском крае уже 30 лет. Поначалу приходилось буквально разрезать ребра больного. Был риск, что процедура не поможет. Грудная клетка не встанет на место. С 2006 года оперировать начали щадящим путем, через проколы. За это время врачи сумели помочь почти 60 детям. Причем бесплатно, в отличие от других регионов страны. Город Новосибирск, потом город Москва, город Санкт-Петербург. Где-то городов 6-7, в которых оперируются эти больные. Эта операция в городе, в Новосибирске, стоит сейчас 200 тысяч рублей. В городе Москве около полумиллиона рублей. Почему? Потому что эти операции не внесены в квоты. На подобное хирургическое вмешательство у нас в регионе выделяется всего 8 квот в год. Эту операцию нельзя поставить на поток, говорят специалисты. Она крайне опасная, ведь рядом жизненно важные органы. Наш анестезиолог, который проводит наркозы на этих операциях, он на второй, третьей операции, несмотря на то, что ему 26-30 лет, у него на третьей операции появляются седые волосы. То есть поставить на поток, чтобы оперировать по 20 больных, это просто невозможно. Деформация грудной клетки – довольно распространенная патология. Чаще всего передается по наследству. Но хирурги вмешиваются только при сильном дефекте. Сергей же через пару лет снова вернется в это отделение. Но только для того, чтобы убрать установленную в груди пластину. Валентина Асхерова, Андрей Печоркин. Наши новости. А теперь к другим новостям. Почти 700 миллионов рублей направят в этом году на ремонт и строительство объектов культуры края. Так, например, в малонаселенных селах появятся центры культурного развития. Они должны заменить большие и не особо востребованные, а потому закрытые ДК. Об этом говорили сегодня на заседании коллегии Министерства культуры. Руководители культурных учреждений из городов и районов Кралы края более 200 человек обсудили результаты работы за минувший год и планы на будущее. В 2019-м по национальному проекту «Культура» Алтайскому краю выделено более 480 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют 10 домов культуры, создадут 6 кинозалов и модульных библиотек, а также оснастят оборудованием 30 школ искусств. Но все это в ближайшем будущем. И сегодня лучшие работники культуры года 20 человек получили награды по 50 тысяч рублей. Отметили сотрудников музеев, библиотек, лучших педагогов и актеров театров. 2 апреля будет 31 год, как я работаю именно в этом театре. Приехал в 88-м году после окончания училища. Так и остался здесь. Он мне нравится, мой театр. Я его называю моим. И сегодня же стало известно имя победителя конкурса «Учителя года Алтая-2019». Всю неделю комиссия оценивала работу педагогов, открытые уроки, внеклассные мероприятия. За награждением конкурсантов наблюдала Дарья Эдемиллер. Ей слово. За моей спиной начинается церемония награждения участников конкурса «Учитель года Алтая-2019». В нем приняли участие 24 педагога из городов и районов Алтайского края. Лауреатами стали 6 человек из Сбийска, Барнаула, Кытмановского, Рубцовского и Алтайского районов. Не забудь, что эта жизнь не детская игра. Этот конкурс дал мне очень много, много новой информации, много каких-то, вселило много очень меня уверенности в том, что все-таки я могу, что я все-таки в своей профессии и все-таки это хорошо получается. Основной методикой было проблемное обучение и на разных этапах были разные. Где-то было проблемно-ориентированное обучение и диаграмма ФИЛа, где-то была классическая дискуссия в рамках проблемного обучения. То есть основа проблемная. Расскажите, за кого болеете сегодня? Я болею за Заринцев. Учитель истории и общества знаний. Школа номер 2, город Горняк, Локтевского района. Вера Алексеевна Танага. Я болею за учителя информатики своей школы. Откуда? Город Барнаул, 107-я школа. Победителем этого года жюри единогласно признала Александра Чернобаева из Фитмановской СОЖ номер 1. Я буду продолжать учительскую деятельность, потому что мне нравится работа с детьми. Я постараюсь делиться опытом с другими учителями, выезжая в другие районы и показывать то, что я могу. Александр Чернобаев получил возможность представить наш регион на всероссийском этапе конкурса в городе Грозном. У Александра есть время, чтобы подготовиться до октября. А сейчас он получил 300 тысяч рублей премии, путевку в санаторий и новенький компьютер на рабочее место. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. Наши новости. Совсем скоро в предгорьях Алтая зацветет моральник. Это красивое и яркое растение ежегодно привлекает сотни туристов. Однако желающим срезать веточку для продажи или украшения своего дома придется заплатить штраф до 5000 рублей. В ближайший месяц с потеплением в предгорье Алтая съедутся сотни туристов, чтобы полюбоваться цветением алтайской сакуры. Так еще называют моральник. Это растение под угрозой уничтожения, поэтому находится в Красной книге края. Добавим, что праздник цветения моральника стал своего рода визитной карточкой нашего региона. Проходит он в начале мая и дает официальный старт летнему туристическому сезону. А пока о погоде на ближайшие дни. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» – вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На всей территории края ясно, теплее всего в Бийске, Белокурихе и Славгороде там плюс 9. А вот в Камни-Наоби всего до плюс 4. В Барнауле южный умеренный ветер и ясно ночью минус 3, днем до плюс 6. А я напоминаю телефон редакции 722-440. Хороших вам выходных и до встречи.